Итак, всем привет! Вы на канале Рикантана. Мы где-то приближаемся к финалу игры «Маленькие страшилки». И я решил вам просто показать, что будет, если меня заметят за китоёстку. Вот так она сделает. Просто вот так. Так, двигаемся дальше. Так, 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 надо что-то придумать. «Маленькие страшилки» «Маленькие страшилки» Продолжение следует... 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 У нас сдохнет или нет? Что-то еще и надо испопелять-то. Давай, вставай, вставай. Фу, это, походу, финал. 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 Не предисловие, то есть что, как, почему, вообще ничего не объясняется, просто, соответственно, играешь, страшилки, да и страшилки, хрен с ними, так, что опять эти люди, опять люди какие-то, да, вот смотрите, жрут. Так, типа меня теперь не победитель, я просто прохожу, я не погибаю, прикольно уже, прикольно. Так, типа старт убежден. Больше ребеночку ничего страшного. Впереди тут же какой-то глаз, глаз крутится. Классно открывает лестницу на небесах. Да, ребят, ну это, видимо, финал. В принципе, игра была необычная. Интересная, необычная, то есть не длинная, довольно-таки короткая. Единственное, чего и не хватило, это немного предыстории, да, вот понять, кто такие гномы, которые ползают, что это за чудики. И, ну, может быть, это иностранная какая-то страшилка может быть. В принципе, люди за границей знают, что это за грибы, кто это. Я, допустим, не знаю, кто это. Ну, в целом, игра заняла немного часа три, часа три, может быть, четыре прохождения, не так долго. В принципе, ничего не потерял. Спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спасибо, что смотрите. Всем пока и играйте в страшные страшилки. Продолжение следует...